Создавать праздничное настроение любимым педагогам начали прямо в фойе Гуртеатра. Студенты сельскохозяйственного техникума мастерили праздничные батальнерки из осенних цветов и ягод. Студенты колледжа сферы услуг угощали своими кулинарными шедеврами. А самые маленькие ребята из кружка «Я исследователь» уделили гостей макетами будущих мостов, ракет и робототехникой. Педагоги превратились в школьников и внимательно слушали рассказы ребят из станицы Гостогаевской по экспозиции к 70-летию Великой Победы. Ребята понимают, без учителя у них ничего бы не вышло. Учитель, он учит детей, чтобы в будущем они были умные и образованные. А на вопрос, не хочет ли быть учителем он сам, Миша ответил. Я еще не знаю, я только думаю, но у меня еще все впереди. Тем временем в зале уже собрались виновники торжества, нарядные и красивые. Учителя ежедневно дарят детям свою мудрость и теплоту, часто забывая о себе и собственных делах. И хорошо, что у них есть такой праздник, когда они могут отдохнуть и просто пообщаться. Вы знаете, профессия учителя это самое лучшее, что может дать судьба. Ну то есть как бы и сегодняшний день это можно считать началом нового года и началом нового вот какого-то вдохновения. И вот я всем учителям желаю вот этого вдохновения и радости, счастья от нашего труда. Поздравить педагогов из волшебной страны прилетел маленький принц. Учителя и сами стали участниками театрализованного представления «Мы в ответе за тех, кого мы учили». Играли привычные роли, себя в жизни отвечали на вопросы несмышленного маленького принца по математике, физике, астрономии. Но главное, учили его быть искренним и любящим. Глава курорта не смог лично поздравить педагогов с профессиональным праздником, но прислал сюрприз – видеопоздравление из Сочи, где представляет Анапу на международном форуме. Вы – это та двигательная сила, движущая в Анапе сила, которая сегодня воспитывает молодое поколение, которая отдает душу. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были удовлетворены успехами ваших учеников, чтобы они вам приносили только положительные эмоции. Я вам обещаю, что мы будем работать так, чтобы учителя чувствовали реальную на себе заботу власти. А это и заработная плата, и улучшение жилищных условий, и строительство новых объектов образования. С праздником вас! Всего вам хорошего! Поздравлением главы курорта присоединилась и заместитель Людмила Мурашова, которая отметила, как важен труд педагога. От знаний, которые они смогут дать ученикам, зависит, какие будут строиться дома, не можно ли доверять пилоту самолета, и какой же праздник без цветов и подарков. Отчетными грамотами Министерства образования края, а также главы города курорта Анапа Сергея Сергеева наградили лучших в профессии. А судя по тому, сколько награжденных было на сцене, у нас на курорте лучшие педагоги все.